Рядовой Горбунов получает ранение в страшном бою. Первая помощь от медсестер приходит незамедлительно. В Великую Отечественную войну девушки играли немаловажную роль. И они в большинстве своем были медсестрами-радистами. И вот именно на этой станции современные девушки смогли показать то, какие они медсестры сейчас в полевых условиях. А девушки уже вовсю проверяют, полна ли аптечка военной медсестры. От марлевых повязок до препаратов от ожогов, спреев, шкутов, пинцетов, ножниц. Это участники военно-патриотического квеста «Как на фронте». Название у команды символическое – «Победа». Следующая станция – викторина на знание истории Великой Отечественной войны. И, судя по быстрым ответам, команда не зря выбрала такое название. Город-герой, который трижды менял свое название. Литя, яйца, Сталинград, Круга. Молодцы. Самым сложным оказывается ориентирование на местности. В частности, непросто договориться между собой, где право, а где лево. Да, да, да. Право, 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 право. Лево. Да, право, право, лево. Да, направо, лево, лево, право. Потом они стреляют из автоматов и расшифровывают послания, написанные азбукой Морзе. Говорят, и правда чувствуют себя солдатами Великой Отечественной. Нужно новое что-то узнать и, возможно, почувствовать себя так, как чувствовали себя во время войны. Особенно когда расшифровывал Морзянку. Это было довольно-таки сложно. То есть понял, как это было на фронте. 9 мая – это наш ежегодный квест. Мы постоянно его проводим. Вот в этот раз вот такой формат у нас получился. Идея просто из головы. Следующий тематический квест в автозаводском парке пройдет 12 июня в День России.